Альмаматор художников, музыкантов и актеров всего региона. Дальневосточный институт искусств в эти дни отмечает 55 лет. В этом ВУЗе никогда нет вопросов, как отметить юбилей. Ну, конечно, на сцене в эти минуты идет праздничный концерт. К торжественным мероприятиям присоединилась моя коллега Ольга Сомкина. Оля, привет, как обстановка? Наташа, приветствую. Сейчас мы находимся рядом с большим залом Дальневосточного государственного института искусств. Здесь уже начался торжественный концерт. А мы находимся в фойе, который наглядно демонстрирует, что в этом ВУЗе живут разные виды искусств. Мы видим работы выпускников Дальневосточного художественного факультета этого института. На сцене звучит музыка, а в зале сидит публика. Это художники, актеры, музыканты и простая публика, которая не представляет свою жизнь без искусства. И вообще сложно представить, что бы было с культурной средой нашего края, да и вообще всего региона, если бы 55 лет назад правительство большой страны, тогда Советского Союза, не приняло решение открыть здесь, на Дальнем Востоке, Дальневосточный государственный педагогический институт искусств. Рядом с нами проректор этого института Алла Алексеевна Смородинова. Скажите, тогда и сегодня какие задачи перед вами ставило правительство и отличаются ли эти задачи? Вообще советское правительство очень часто ставило совершенно правильные задачи. Сделать здесь Центр искусств на Дальнем Востоке, чтобы он поставлял кадры. Люди должны работать в музыкальных школах, в училищах, они должны играть в оркестрах, художники должны рисовать. Эта задача была выполнена. 55 лет самоотверженного труда, и мы видим, что наши музыканты, актеры и художники абсолютно востребованы в Приморском крае. Спасибо. Действительно, сегодня сложно представить работы наших художников в собраниях самых крупных музеев мира. Во всех театрах Владивостока, Приморского края работают выпускники этого института. То есть это наши актеры, и, конечно, они работают по всей стране. Ну а музыканты, что говорить о музыкантах, я предлагаю просто отправиться в зрительный зал, потому что сейчас звучит гениальная музыка Георгия Свиридова. Она называется «Время вперёд», и она задаёт такую атмосферу прекрасную, которая говорит о том, что у нас впереди блестящие перспективы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»